снова фильм на реальных событиях когда не забываем о саперах пальмире кровопролития смерть рядом всегда снято классно сценарий с сюрпризами если со мной что-то случится в остальном же все ниже описаны приветствую всех здорово вы на канале инкогнито пикчерс предлагаю вам разминировать такую новинку кино как однажды в пустыне почему разминировать да потому что фильм про российских саперов по мире и если сравнивать его с тем же приличным небом снятым при поддержке минобороны то съемкам однажды в пустыне подключились прости господи фонд кино и нтв но от этого фильм на удивление не стал хуже хотя я подозреваю что любовную историю в повествовании привнесли именно эти киноделы ну да ладно ставь большой палец вверх под этим видео подпишись на канал погнали а в основе сюжета лежит история опытного сапера в сирии который как и положено главному герою со взрывчаткой на ты 2 легенда саперного дела но как оказывается не всегда и поговорка сапер ошибается один раз в его отношении переросла в прозвище уже уже четыре раза метри шаберов по кличке уже здесь вам и столкновение характера внутри коллектива и семейные переживания на фоне постоянного риска саперного дела причем это самое саперное дело в фильме обыграно настолько захватывающе интересно что каждый отдельный эпизод переживается с персонажем на одном дыхании до взрыва 17 секунд ну и куда же в таком деле без жестких сцен коих фильме предостаточно хотя и показаны они не прям во всех подробностях но все же однажды в пустыне смело можно отнести годному патриотическому продукту нашего отечественного кинопрома именно годного потому как тошнотворного ширпотреба хватает при первом знакомстве с фильмом когда ты понимаешь что фильм про военных саперов сразу же вот сразу же проскакивает мысль что наши с пионерили идею оскар носного повелителя бури жереми реннером в главной роли пихнув его персонажа александра робака я попытно что он делает если же помирать так с комфортом если честно то отчасти это так но касается это лишь темы повествования в плане саперного дела и трудности этого самого дела в условиях боевых действий подвести итог в оценке фильма надо уверенным респектом и в частности александру робаку благодаря которому во многом вызывается сопереживание главному герою дел слишком быстро разрывает на этом однажды в пустыне не лишён мелких недочетов и порой затянутости сцен но наряду с этим обладает отличной картинкой реалистичными спецэффектами неплохим сценарием и качественной актерской игрой такой фильм я по ходу посмотрю не один раз настолько у наших киноделов получилось неплохо хорошо проработать вот в принципе все что хотелось на данный момент сказать по данному фильму ответ все мини извлекаемых не бывает вай просто риски оправданы и не оправданы я же вам напоминаю что вы были на канале инкогнито picture ставь большой палец вверх под этим видео оставляя несколько комментариев помоги нам продвинуть его как можно выше подпишись конечно же на канал я с вами не прощаюсь но покеда